Отображение спецификации, допустим, как нам поменять шрифт, как нам поменять расположение значений, чтобы оно было по центру, допустим, и так далее. Когда вы создаете спецификацию, зачастую у вас значения параметров могут не соответствовать тому значению в заголовках, которое требуется. Допустим, здесь параметр 1, я могу спокойно этот параметр здесь переписать. Допустим, давайте не параметр 1, а это комментарии, нажимая Enter. То же самое можно делать из вкладки форматирования. В вкладке форматирования у нас есть поля и есть заголовок, который будет отображаться в таблице. Допустим, наименование и техническая характеристика. Вместо марки, ну там тоже можно марка, тип, я, к сожалению, не помню, как там правильно писать полное название. Вместо числа можно написать количество сокращенно и так далее. После всех этих манипуляций нажимаем ОК. У меня поменялись все вот эти названия в заголовках. И теперь еще само название спецификации тоже можно поменять. Если я сейчас возьму и спецификацию, вот этот заголовок, который спецификации поменяю, то, допустим, спецификация оборудования 2, то я вижу, что у меня моя спецификация изменилась и в диспетчере проектов. Но бывает, опять же, зачастую, что спецификация, вот здесь название спецификации в диспетчере проектов, у меня должно быть одно, а здесь в заголовке что-то другое написано. Поэтому тоже выход из этой ситуации есть. Допустим, здесь мне нужно написать спецификацию оборудования, а здесь мне нужно что-то другое, более подробное. Поэтому я нажимаю, я выделяю эту ячейку и нажимаю очистить ячейку. После очистки ячейки я теперь здесь могу написать все, что угодно. Допустим, ведомость оборудования, там, изделий, материалов, ведомость об оборудовании и изделий. Нажимаю Enter и видно, что в диспетчере проектов название не поменялось, здесь уже оно другое. Далее. Все манипуляции с отображением, с какими-то шрифтами, с толщиной шрифта и так далее, мы можем изменять их из панели задач. Здесь у нас есть шрифт, здесь есть границы, выравнивание по горизонтали и по вертикали. Вот, допустим, давайте выберем наш столбец с количеством и сделаем выравнивание по центру. Для этого выделяем полностью весь столбец. Для этого нужно нажать на буквенное обозначение этого столбца A, B, C, D, E. Допустим, B, C, он выделяет сразу же всю колонку. И нажимаем выравнивание по горизонтали, по центру. Далее, допустим, можно поменять шрифт. Сейчас стоит GhostCommon, полужирный курсив. Давайте сделаем не курсив, просто полужирный. Вот, собственно, он изменил. Так мы можем изменять определенный, допустим, столбец. А как изменить всю ведомость? Допустим, поменять у нее шрифт. Заходим во вкладку видимость. И во вкладке видимость у нас в разделе текст есть текст заголовка. Текст заголовка – это, собственно, вот эта вот шапка. Там, где у меня написано «Ведомость оборудования изделий». Дальше текст заголовков – это уже заголовки моих параметров, названия параметров. И, соответственно, текст графов – это все остальное. Все, что у меня вот здесь вот ниже находится. Здесь мы выбираем уже определенный какой-то шрифт. Давайте выберем, допустим, для заголовков у нас будет жирный какой-нибудь текст 5-миллиметровый. А для текст графов выберем основной текст 2,5 и нажимаем «Ок». Вот что получилось. У меня здесь теперь достаточно большой текст. И вот здесь у меня тоже текст изменился. Собственно, «Ведомость» мы создали. Давайте теперь ее разместим на листе. При размещении «Ведомости» здесь ничего сложного нет. Переходим на лист с рамкой. И для размещения «Ведомости» есть два варианта. Мы можем во вкладке «Вид» нажать на кнопку «Разместить вид» и найти необходимую «Ведомость». Но это, конечно, сложно, потому что видов достаточно много. Здесь еще планы, 3D-виды, вообще все, что есть. Поэтому есть гораздо проще вариант. Это просто перетянуть из диспетчера проектов необходимый вид со спецификацией. Просто я ее выделяю, зажимаю левой кнопкой мыши и перетягиваю сюда. Вот моя такая «Ведомость». Значений очень много, поэтому понятное дело, что здесь нужно будет разделять эту «Ведомость» на несколько листов. Давайте, чтобы нам все-таки время не терять, я ее выровняю. Выровняю по листу вот так. И, допустим, я размещу ее просто на листе побольше, на А1. Чтобы она у меня влезла. Ведомость, если она у вас не влазит, вот она у меня такая высокая, большая, длинная, при выделении этой «Ведомости» по ее центру, вот здесь вот, появляется вот такой вот небольшой зигзаг. Эта кнопка разделяет таблицу как бы на две. Нажимаем на нее, и видите, у меня часть перешла в другой столбец. Теперь у меня нормально вся «Ведомость» влезла. Далее. Также прямо из листа можно изменять ширину вот этих моих столбцов. При выделении здесь появляются такие треугольнички, за которые я могу тянуть и изменять ширину каких-то графов, подгоняя ее под нужды какие-то. Ну, вот так уже некрасиво. Комментарии вот так пусть будет. К сожалению, здесь нет никаких привязок, допустим, чтобы получить ровное значение, там 10, допустим, сантиметров. Здесь все так на глаз. Если вы хотите, чтобы ваша таблица была ровная, допустим, с целыми значениями, это нужно делать только из самой ведомости. Кстати, чуть не забыл, для размещения, точнее, для редактирования ведомости, допустим, вы ее разместили на листе, для ее редактирования вы можете щелкнуть два раза мышкой по этой ведомости, и у вас автоматически Revit перейдет в редактирование. И здесь уже при выделении определенных столбцов мы можем изменять его размер. Допустим, вот наименование технической характеристики, нажимаем «Изменить», и видно, да, здесь, что значение неровное. Давайте выровняем его, ну, пусть будет 120 мм. И нажимаем «Ок». Итак, для остальных столбцов тоже можно сделать. И в дальнейшем, ну, здесь, конечно, особой разницы мы не увидим, но, понятно, она есть. Можно померить. Допустим, создать реанимационную линию и приблизительно вот сделать 100 мм. Так, извиняюсь, 120, еще 20. Продолжение следует...